Обещала вам показать местный госпиталь. Сегодня я приехала завершить уже гештальт своей рукой. Сегодня мне сняли швы и аллилуйя, ура, завтрашнего дня я начинаю купаться в море. Итак, заходим. У меня вот только что таксист придет оттуда. Посмотрите на это состояние госпиталя. Это такой среднячок. Все очень чинно, все очень цивилизованно. Ты приходишь на определенное время, строго на это время. Заходишь в регистратуру, даешь свою питанцию. Сразу же измеряют давление, кислород. У меня давление шикарное. Кислородное насыщение шикарное. Это все правильная работа тела. По-другому и не должно быть. У меня стрессы все проработаны. То есть мне вот в это отделение ортопедиклиник. Сейчас я сделаю кружочек и потом сюда вернусь. То есть вы посмотрите, в каком состоянии. Все идеально, все чистенько. Все просто, видите, зал ожидания. Люди, это основная центральная регистратура. И пошли и поехали. Ребята, вы посмотрите на это состояние. Знаете, вот люди говорят, чурки-чурками. Чурки-причурки. А вы посмотрите, какое отношение к людям. У нас даже в Киеве вот такого отношения нет, как здесь. Здесь те 255 раз покланятся. 255 раз объяснят, расскажут. И просто, вы знаете, хочется реально плакать от состояния. Вот. Вуман клиник. Реально хочется плакать от осознания того, что, казалось бы, Таиланд, Украина, Россия, страны Советского Союза. Называется, а за что мы воюем вообще? Вот, смотрите. Вот такой вот экскурс по госпиталю. Насколько я знаю, тут второй или третий этаж есть еще. Вот. Ну, отношения просто, я же говорю, что когда я сейчас зайду в регистратуру, дам талончик, и к отношению оно просто... Ну, вот как человек. Ты себя чувствуешь, что тебя здесь уважают, почитают. Вот заходишь сразу же. Тебе меряют вот здесь давление. Видите, вот такая аппаратура. Давление, наличие кислорода. Видите, зал ожидания. Хочешь, померяешь рост, вес. Вот, 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 вот отношения. Вот, есть за что уважать правительство, слуг, народов. Вот, есть за что. Вот, действительно, есть за что уважать их традиции, их культуру, их отношения к людям. Сейчас я вам покажу еще один фокус. Вот у нас, заходишь в клинику, все платное. Смотрите, вот здесь подходишь к холодильнику, тебе нужна вода. Подходишь, просто открываешь холодильник, смотрите, и берешь хоть одну бутылку, хоть две бутылки. Тебе здесь никто слова не скажет. Вот от слова совсем. Вот, все, взяла воду, ведь и не надо платить, не надо банкоматов. Хочешь, вот здесь вот присаживаешься, пьешь водичку, ждешь своего времени, хочешь там, хочешь здесь. И, конечно, после всего увиденного и отношений мне здесь сделали две, сегодня будет третья. Ну, это операция считается, это просто снятие швов. Вот, это уже не операция, но у них это достаточно серьезно, потому что сейчас меня повезут в операционную, вот, оденут бахилы и все остальное. Сама процедура займет 20 секунд, но подготовка к ней будет идти минут 5-7. Вот, бахилы, халат специальный оденут, вывезут меня, в операционную. И вот, вот такая удивительная штука. Когда ты смотришь на все это, когда ты видишь отношения вот к этому все, ты готов и платить, ты готов, чтобы тебе заботились, ты готов в это вкладываться, ты готов к этому и относиться по-другому. Когда ты попадаешь в наши клиники, ну, что вам сказать? поэтому я готова, ребят, прорабатывать психологию денег, я готова прорабатывать внутренний мир, чтобы чувствовать себя действительно человеком, чтобы к тебе отношения были как человек. Поэтому первично психология, сома, тело, психология, психосоматика, да, это на вторичке. Поэтому я готова ежедневно делать проработки, чтобы вот жить в таких условиях, чтобы жить вот так, потому что это цивилизованный мир. Знаете, часто мне бросают в личку, там, типа, вот, ты продалась Америке, вот, тебя Америка покупает. И я им пишу, вы ошиблись, меня покупает Таиланд. Он пленил меня. Он просто пленил меня своим состоянием. Поэтому не Америка, а Таиланд. И, знаете, люди, которые никогда не ездили где-то, они думают, что если где-то цивилизация, то только Америка или где-то в Европе. Я вам скажу, то, что я вижу здесь, в Таиланде, я не видела ни в одной европейской стране. Какое-то здесь другое все-таки отношение к людям. И это удивительно. Сегодня тоже была очень интересная ситуация. Я езжу на одной и той же фирме, Болт называется, она есть в любых точках. И у них более-менее цена-качество. И такси чистенькие приходят, и отношения. И вот, когда ты делаешь заказ, они пишут банковская картка или наличная. Ну, и я всегда ставлю наличку, потому что, когда банковская карта тут расплачиваешься, очень-очень невыгодный курс, ну, прям реально невыгодный курс. И поэтому у меня вся есть наличка. И я ставлю наличку. И мы подъезжаем к поликлинике, ну, к госпиталю. Эта поездка мне обошлась в 300 бат. Ну, это где-то около 6 долларов. Причем поездка была длиной в 35 минут. Я не знаю, сколько по километрам езжу, но мы ехали 35 минут, плюс еще погода дождливая, поэтому пробки везде и заторы достаточно большие. Так вот, мы когда поезжаем в поликлинику, я ему даю 1000 бат. И он говорит, сдачи нет. Показывает мне, что при всем варианте, я ему тоже показываю свой кошелек, говорю, все по 1000. И говорю, 5 минут подожди, сейчас я попробую по кафешкам где-то сходить, найти какую-то кафешку, немножко в какой-то магазинчик и попробую сделать ченч, менять. Подхожу к одним, подхожу к другим, подхожу к третьим, но-но-но-но-но. Вот, смотрю, какое-то кафешка нам в отдалении, побежала к ним и смотрю, у них практически, ну вот, здесь тайская еда, потому что поликлиника полностью. Тайская еда, она вся спейси, ну, то есть, очень острая, брать у них, либо что-нибудь брать, я смотрю, может там вода какая-то, нету ничего. Ну, смотрю, кусочек пирожного лежит. Думаю, съем пирожное, давно хотела, попробуй тайское пирожное, съем. Значит, протягивает 1000 бат, она мне дает сдачу, я возвращаюсь на стоянку, чтобы расплатиться с водителем, он стоит, спокойно с кем-то разговаривает, то есть, знаете, не нервничает, не беспокоится, вернусь, не вернусь. Ну, как бы это очевидно, потому что я в приложении болт зафиксирована, поэтому даже если я не вернусь, то болт знает, с кого спрашивать, если что. Мои телефоны известны, хотя, в принципе, сейчас телефон выкинул в мусорник и забыл про него. И вот он сидит, с кем-то разговаривает, я, значит, ему протягиваю эти 300 бат, здесь, кстати, не принято давать чаевые. Вот, то есть, да, они тебе скажут тысячу раз спасибо, но, тем не менее, для них это как унижение, собственно, достоинства. Если вот написано в приложении 300 бат, вот 300 бат, ты ему и даешь, если написано 280, ну, понятно, если у него сдачи нет, он как бы уже будет вынужден там 300, ты ему и даешь, 20 у него нет. А так всегда они дают до копейки. Вот написано, например, в приложении 298, у тебя 2 бат вернет. Вот, хотя я всегда говорю, ну-ну-ну, типа, возьми себе, ну, возьми себе, чай принят, на кофе нет. Так вот, он сидит спокойно, расслабленно, значит, с кем-то разговаривает, я ему просовываю 300 бат, его реакция, он выскакивает из автомобиля, то есть, он много раз взять и поехал. 10 раз поклонился, взял это самое, 10 раз мне сказал, как он кап, это у них большое-большое спасибо, и говорит, вас подождать, я говорю, ну-ну-ну, я иду на операцию, и он, и что,